Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче» сегодня с нами на связи. Андрей, приветствую вас. Да, доброе утро. А кто же вот здесь, я так себе позволю сказать, искренне лукавит? Песков, который говорит, что обращений все меньше, а все больше слов поддержки. А либо же, возможно, никто не лукавит, и действительно меньше стали обращаться, а ответ прост. А чего обращаться, если ответа не будет? Не только ни ответа не будет, даже, скажем так, письменного или устного, а и решения вопроса не будет, поэтому и все меньше, простая математика, логика, все меньше людей просто обращаются, но как-то вот локально выходят, там воды нет, там света нет, там матери и жены выходят с требованием демобилизации и так далее. Выходят на локальном уровне, вот поэтому, ну, я не знаю, возможно, вот тут вот и правду сказал даже Песков, все меньше обращения, хотя не уверена, что все больше слов поддержки. Кто все-таки искренне заблуждается, либо же искренне лукавит? Вам слово. Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что Песков просто правду не говорит, поэтому здесь можно даже не обсуждать, даже его там фамилию не склонять в эфире, здесь все понятно. С момента начала полномасштабного вторжения на 48% выросли запросы граждан в Кремль, в администрацию на имя Путина. Дело в том, что все-таки россияне живут по тому же правилу, как жили в Советском Союзе и раньше при царской России, да, царь хороший, а бояре плохие. Поэтому, видя, что с местными чиновниками справиться невозможно, всегда, в общем-то, есть надежда у обычного человека, что вот там вот в Кремле они просто не знают, как живут на самом деле россияне, и поэтому нужно обязательно это рассказать, и тогда вот с голосоволения там Путин даст распоряжение и поможет. Тем более, что мы, в принципе, почти каждый год наблюдаем вот эти вот пресловутые линии с гражданами, которые проводит Путин и администрация, готовясь, режиссированы полностью все вопросы, все ответы, заранее подготовлены, подготовлены эти кейсы, и люди, которые получают привилегию от президента и там после общения даже каких-то губернаторов иногда журят. Ну, мы все это, опять-таки, видели много лет, сейчас вот будет повторение буквально через несколько дней, да, подобных вещей, поэтому люди не теряют надежду, они пишут на деревню дедушки. Вот, просто дедушка сегодня живет под землей в бункере, поэтому, видимо, письма не доходят. А так, в принципе, администрация президента, ну, там целый отдел выделен для того, чтобы перелопачивать вот эти вот тонны макулатуры, которые приходят на имя Путина. Поэтому здесь говорить и верить Пескову, естественно, невозможно, и нет никаких причин. Действительно, выросло достаточное обращение, потому что жизнь ухудшается, ухудшается по совершенно разным причинам, но главную причину, если они до сих пор не видят, это объявленная или не объявленная война Украине и просто геноцид украинской нации. Поэтому, в общем-то, здесь у людей нет, скажем так, действительно понимания, из-за чего все происходит у них вот в личном хозяйстве на земле. Поэтому, в общем-то, ноты пишут, пишут, надеются на то, что вот их плохие бояре как-то пожурят сверху, и тогда у них все наладится. Не наладится, пока эта система в России существует. Ничего хорошего россияне обычно не увидят, и положение будет только украшаться. В очередь, так называемые дифирамбы уже, это так и говорят в Российской Федерации, сами же в телеграм-каналах, дифирамбы поют уже некоторые поклонники Путина. Я хочу акцентировать внимание на Дмитрия Певцове, довольно-таки популярный актер в Российской Федерации, и он одел футболку с огромной надписью «Команда Путина» и рассказал, там длинный текст, секунд на 40 он говорил, где признавался в любви к Путину и сказал, что кроме него выбора больше нет. Ну, он тут правду сказал, это правда. Но, в свою очередь, он сказал, жить в России стало лучше. И после этого такое секундное молчание, после чего он сказал, и СВО этому доказательство. Я не понимаю, о чем тут идет речь. Стало лучше, потому что минус 330 тысяч российских военных за два года полномасштабного вторжения? Или как? Первая фраза никак не смущает. За последние сто с лишним лет Путин лучший руководитель нашего государства. Тут тебя ничего, да? Ну, подожди, меня смущает в целом Дмитрий Певцов. Дмитрий Певцов, которому до ста дотянуть еще надо. Ну, как-то выглядит так максимально странно даже первая фраза. Хорошо, ну ты глубоко копаешься, да, молодец. Молодец, а я люблю сначала читать до конца. Ты молодец, глубоко копнул. И, кстати, ладно, давайте еще глубже копнем. Бандитский Петербург, там, где главную роль играл Дмитрий Певцов, и где из его же как раз сценария он осуждал мафию, осуждал вот эти все действия коварные диктаторов, и тут в реальной жизни он стал бандитом. Ну, вот, кстати, актеры, у них профессия такая, по большому счету, они перевоплощаются мгновенно, и, в общем-то, там, требовать от них каких-то, не знаю, умных мыслей, наверное, не стоит. Ну, мне, наверное, не нужно нашим зрителям напоминать знаменитую фразу большой поклонницы Путина, да и вообще, собственно говоря, пособницы этого режима Чулпанхаматовой о том, что Северная Корея лучше, чем революция. Поэтому, в общем-то, ну, что с актеров взять? Им заплатили деньги, они и готовы, в общем-то, перевоплощаться, как необходимо. Дмитрий Певцов был раньше действительно известным, неплохим актером, вот одна из ролей, кстати, любимых зрителями, вот это, то, что вы сказали, из бандитского Петербурга. Действительно, это культовый такой сериал, но, так или иначе, он уже, по-моему, актером-то давно и не является. Он прислужник власти. Вот сейчас наверняка он станет одним из доверенных лиц Владимира Путина. Они все там между собой соревнуются, кто лучше лизнет Путина и российскую власть, чтобы получить преференции. Потому что знают, как доверенное лицо, обязательно потом, либо театр получит, да, обязательно государственную демию, значит, опять-таки, повышение ставок на работу в кино, приглашение, опять-таки, в кино, востребованность. Все это взаимосвязано. Мы это изучили и знаем прекрасно, вот по прошедшим там до этого предвыборным кампаниям Владимира Путина. Каждый из тех, кто был задействован в этих кампаниях, агитаций, получил свои преференции. Будь то, опять-таки, вот театр, как, например, господин Миронов получил, там, или Надежда Бабкина, либо государственную премию, как Чулпан Хаматова, и повышение ставки до лучшего, до самой большой зарплаты в Российской Федерации в плане актерства и съемочного дня и других куча финансовых преференций. Так что это борьба за деньги, борьба за влияние, поэтому творческие люди, известные люди пытаются, ну, вот, набить свои карманы разными такими экстравагантными заявлениями. Ну, я просто не знаю, может быть, конечно, действительно, Дмитрий Певцов очень замечательно разбирается в истории, может быть, он является доктором наук исторических и может сравнить лучшего правителя России за сто лет. Я, честно говоря, сам не являюсь каким-то историческим кандидатом. В свое время я поступал на исторический факультет в Москве, в университет. Но, так или иначе, опять-таки, здесь мы увидим в ближайшие дни, прям буквально, это уже даже не неделя, новые заявления от новых известных в прошлом лиц, которые будут пытаться влезть вот в эту предвыборную гонку на новый срок вот этого подземного бункерного деда. Так что много еще, может быть, разных обсуждений и заявлений тех или иных лиц. Обращать внимание, в принципе, на это не стоит, можно, не знаю, я не знаю, есть ли у вас на канале какая-нибудь юмористическая рубрика, вот туда можно отнести вот такие подобные всякие вещи, которые мы сейчас обсуждаем в ракурсе Дмитрия Певцова. Есть хорошая программа, давайте проверим Олега Борисова. Он возьмет себе как разводу. Мы это все возьмем в объектив и сделаем. Будет разбирать, и только нет обычным россиянам места в этой предвыборной гонке. Ну как нет, ну вот 15, 16, 17 будет место, когда надо будет прийти проголосовать. А пока что не будет, и судя по всему, не то чтобы жаловаться, да и обратиться к Путину, вот тут в ближайшие дни должны состояться, это так называемая прямая линия. Судя по всему, там очень много было обращений, как раз вот Джон Мобилизованный. Все срежиссировано. Все срежиссировано. Все срежиссировано. Это вообще, да, ну вот сами обсуждаем, да, знаем Андрей ответы, и сами понимаем, как все будет. Ну вот люди, к сожалению, к сожалению большому люди до сих пор не понимают. Вот за 23 года правления Путина, ну, наверное, уже можно было бы как-то изучить, проанализировать. Но, к сожалению, российская пропаганда, в общем-то, отбивает подобные мысли у россиян и действительно отупляет. Ну что же здесь кровать? За столько лет уже, в общем-то, у россиян атрофировалась, не знаю, там функция анализа в мозгах и, опять-таки, рассчитывать на то, что каким-то образом можно повлиять, опять-таки, не сломав сегодняшнюю систему. Ну, к сожалению, жизнь такова, что это не получится, и мы, конечно, можем, безусловно, еще больше рассказывать правду, но нет востребованности у россиян сегодня к правде. Они хотят слышать то, что их напрямую, опять-таки, не должно касаться, да, и не касается. Посмотрите, как они реагируют на войну, и даже те выходы там против режима в плане того, что вот эти мобилизованные жены и все остальное, они ведь не выходят против войны, они хотят вернуть своих мужей исключительно. Они хотят набиться денег и финансовых выплат обещаний правительства, чтобы они его выполняли, но и правительство не выполняет обещания. Ну, а Дмитрию Пескову остается только, в общем-то, вот, опять-таки, врать в режиме 24 на 7. Поэтому здесь, опять-таки, не вот действительно, я еще, там, вот, анализировали, анализировали его высказывания за последние месяцы. То, что за последние годы он не говорит правду, это само собой, но вот последние месяцы, действительно, Песков не назвал ни одного какого-то, там, мероприятия или какого-то действия, не переврав реальность. Поэтому, ну, вот, и в такой альтернативной реальности приходится россиянам жить и, соответственно, тоже, как вот в этом случае действовать? Пишут Путину, пишут, но ответы не получают. Получат избранные буквально через несколько дней на прямой линии. — Просто получается так, что страна двойной реальности какой-то. В Подмосковье уже третий месяц жители просят подключить отопление в их дома. В Бурятии, по-моему, впервые за все время подключили к электроэнергии два жилых домика, о чем просили также на протяжении многих лет местные жители. То есть, понимаете, а, ну и в материале, который мы посмотрели, люди, жители Хакасии, всем селом поехали греться в аэропорт из-за того, что в 30-ти градусный мороз в их домах отключили электричество. — Слушайте, у нас туалетов в России сколько? 30% в домах туалетов нет. Да, о чем уж говорить, о подключении каком-то... Вот вы прям хотите, чтобы все было замечательно. Пусть сначала наведут порядок, а потом уже начинают какие-то действия вовне. Но у нас так не принято. Так нежелательно. Обязательно нужно залезть к соседу, разворожить там все. А про себя, ну, живут и живут. Не выступают же эти люди, которые не получают. Они не идут приступом на администрацию Кремля. Они идут. Поэтому все в порядке. Ну, сегодня не дали отопления. Ну, ничего, зиму посидят как бы без отопления. Вот так рассуждают, опять-таки, в российской власти на Старой площади в Москве. А вот если бы россияне боролись за свои собственные права, да не за чужие, а вот за свои собственные, но именно боролись, а не конючили там или не писали на деревню дедушки в бункер, ну, может быть, тогда какие-то изменения и были. А так очень удобно. Ну, нету возможности. Значит, ее и нету. Пусть сидят и не выступают, а то ведь можно и в тюрьму загреметь. Вот как сегодня рассуждают о чиновнике. Таким иным образом. Так что здесь ничего удивительного нету. Проблемы у россиян будут накапливаться. Они будут рассказывать, что все хорошо. Но вот это все получается из-за врагов, которые вокруг страны сконцентрировались. Это НАТО, это Евросоюз и все остальное. И вот украинцы прям вот такие плохие, которые находятся под гнётом американцев. Мы это все видим в российской пропаганде в ежедневном режиме. Так что люди в России именно так и думают, как и мы говорим. Видео, которое мне попалось на глаза, это тоже, это больше о менталитете, что ли. Российские военные на левом берегу Херсонской области. Российские военные. Когда заходили в жилые дома, откуда уехали жители в силу боевых действий. И вот один российский военный, он просто удивлялся. Там мат-перемат, куча нецензурной брани. Удивлялся. Ничего себе, хохлы живут. Это прямая речь, прямая цитата. И вон, посмотрите, даже ванную себе поставили на втором этаже. И он с таким удивлением это сказал, что складывается ощущение, что эти российские военные пришли учить жить тех, кто жить умеют. А в свою очередь удивляются ванной, и откуда у них столько денег. Где это можно так зарабатывать, кроме как не на войне. Понимаете? Это уже менталитет такой создан за счет российской пропаганды? Либо как объяснить, почему идут с оружием те, кто в своем доме даже ванной, обычной ванной не видели? Живут люди, безусловно, из тех регионов, которые признавались по мобилизации или по контракту, они живут хуже намного, чем украинцы. И это, опять-таки, факт, а не наши там зависти или, наоборот, какое-то чувство, которое мы жалеем. Нет, это действительно факт. И факт заключается в том, что украинцы в целом жили лучше, чем россияне. Мы, если исключим большие российские города, ну, естественно, сначала Москву и Санкт-Петербург, да и другие большие, именно миллионники, то в целом-то, действительно, россияне живут очень и очень плохо. Огромное количество людей, это миллионы граждан России, живут за чертой бедности. И когда им вот журавль в небе, вот с этими данными о зарплатах на СВО, даже выплаты гробовые, это суммы, которые до них недосягаемы. И когда они видят реальность, что украинцы живут, когда идут мародерничать в дома украинцев, они действительно, в общем-то, у них такой диссонанс возникает. И, в общем-то, здесь, опять-таки, образовывать этих людей за месяц, там, два, невозможно. Говорить о том, что война – это несправедливо, для них это не пустые слова и ничего не значит. Они накачаны пропагандой, а в ряде случаев они накачаны наркотиками. Здесь тоже, опять-таки, это фактура, которая тоже никуда не уйти, никто это не придумывает. Часть людей заставляют просто идти на войну. И вот мы видим в последнее время, какое огромное количество жалуются вот этих мобиков, когда их там в клетки засовывают, их, значит, в заградотряды, они в заградотрядах участвуют. И, в общем-то, их просто даже убивают за несогласие идти и умирать. Поэтому здесь, в общем-то, что можно сказать? Россияне сегодня находятся под действительно воздействием пропаганды, и повлиять на это, к сожалению, мы не можем. Поэтому здесь, ну вот, их участь вернуться в черном мешке домой. И тогда, я думаю, что уже у их поколений родственников, да, в дальнейшем все-таки найдется понимание, по какой причине вообще это все случилось. И, может быть, в дальнейшем они и зададут власти в России вопросы, которые сегодня задавать боятся. Чем больше будет убито российских солдат, тем быстрее общество начнет задавать вот эти вопросы, на которые у власти ответов нету и которые может, в общем-то, повернуть и сознание россиян, ну и даже, в общем-то, возможно, какое-то влияние и действие. Ну, а пока власти удается, в общем-то, сохранять в этом режиме в обществе страх и контролировать ситуацию. Андрей, огромное вам спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Всегда рады с вами общаться. Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче», был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.